Друзья, в связи с последними событиями призываю вас всех подписаться на наш канал в Яндекс.Дзен, а также группу в Одноклассниках и ВКонтакте. Также мы открыли для вас и телеграм-канал, где каждый день мы можем общаться с вами онлайн. В чате нашего телеграм-канала вы всегда найдете ответы на ваши вопросы, сможете обмениваться фотографиями и получать помощь от других участников нашей дружной команды. Присоединяйтесь к нашему интересному общению. Ссылки на все ресурсы я оставлю в первом комментарии к этому видео. Буйка, ты на кита сел? Хороший парень. Скорее иди ко мне. Ты на кита сел? Хороший мой, хороший. Хороший мой парень. Где? Где наш хозяин? Паш, что делаешь? Ребята, всем привет. Ой, слушай, ничего не вижу. Солнце какое яркое. Так чем? Прическу делаю. Уже второму дереву. Да, уже одно? Вон там уже одно, смотри, какое высенькое стало. Ой, слушай. Сегодня, кстати говоря, первое марта. Сегодня обалденная погода. Всех, кстати, ребята, всех с весной, с первым днем весны. И вот сегодня какой день. Дай бог, чтобы вся весна такая была солнечная и радостная. Слушай, ну так-то здорово ее, Паш. Почикал. Ой, слушай, а это же кроликам. Да кроликам куда? Не съедят. Кстати, сегодня им даже не давал это комбикорм. Специально дал полные эти, нагрузил. Пусть ветки едят, да? Ветки, да. Ну, вечерком дал, конечно, комбикорм. А то веток полно, да. Они накинулись, будь здоровым. Ну, конечно, они любят березу. Прям здорово. И, кстати говоря, сейчас очень хорошее время для обрезки березы пока до суходвижения. Я думаю, что мы успели. Вот думаю, еще это. Первое марта. Лучше бы, конечно, и в феврале надо было. Ну, надеюсь, что успели, Паш. Ну, а считай, февраль, первый март. Ну, надеюсь, да. Обычно, когда конец марта, сука, движение берез. Ну, надеемся, что. Ну, в общем, подстригаем, друзья. Раз в два года регулярно подстригаем. Даже есть... Я не помню, когда мы последний раз... Раз в два года, Паш, позапрошлым. Представляешь, насколько она выросла? Да. За два года. Да, да. Так я ее... Это еще меньше. Где-то на полметра я обрезал, где тогда. Ага. Два года назад. Вот, вот. А так еще вот. Смотри, насколько она выросла. Да, да. Береза. Я хотел сначала по тем же местам обрезать, как и обрезал. Там это все видно. И вот, читай, два с лишним метра. И еще полметра. Это около трех метров за два года она выросла. Да, да, да. Обалдеть. Да, сильно выросла. И, кстати говоря, я вот уже рассказывала об этом в одном из видео. Друзья, конечно же, береза растет очень быстро. Так же, кстати говоря, как и елки и сосны. И если вы хотите иметь на своем участке березу, сосну, то постоянно ее обрезайте. Вот обрезают таким образом раз в два года достаточно. Раз в год не надо. Они все-таки деревья, они восстанавливаются тяжело. Это не кустарники. Но раз в два года обязательно делайте обрезку. И таким образом, вот с помощью подрезания кроны мы также замедляем рост корневой системы. И поэтому дерево растет намного медленнее. Вот этой березе, ну, лет 15. Лет 15. И она, в общем, ну, не такая огромная. Представляете, если бы не обрезали за 15 лет, что было бы? Она была бы уже, я не знаю, метров 35, наверное. Ну, вот так вот. Приходится рост сдерживать. И вполне это по силам. Ну, немножко под раздачу каштан попал. Да, и каштану досталось. Пока пила в руках, извини. Все, надо ровнять. И ты мой хороший, дай скорее лапу. Дай. Дай лапу. Чего за дела? Думаю, лапу не дает. Ну, слушай, Паша, тут еще больше, да? Ну, конечно. О, здесь еще больше. Вот это да. Ну, она, кстати, не больше была. Ну, пока я просто здесь больше обрезал, там я еще не закончил. Ну, правильно. Здесь еще парник, конечно. Здесь не надо давать ей разрастаться. Здесь парник. Хотя, вот в прошлом году было очень жаркое лето, друзья. И кто-то из вас спрашивал, как там у вас эти помидоры растут? Вот у вас же береза на тень дает. Вот как раз было то, что надо. Она давала такую рассеянную тень, хорошую. И у нас ничего не горело. Потому что многие в прошлом году, кто-то побелкой окна в парниках замазывал. Кто-то сетку покупал, вот затеняющую такую. А нам не надо было. У нас вот березка рядом. Вот так вот нас выручала. Так, ну и что у нас? Там еще сзади, друзья, компостные ящики. Сейчас начнет активно таять снег. Пойдут дожди. И, кстати говоря, можно еще что-то такое для компоста добавить в начале сезона. Ну, или хотя бы просто дрожжи влить. Вот. И, собственно говоря, он должен, я думаю, быть прям вот готов уже у нас к осени. Ну, а все, что касается, кстати говоря, отходов от кроликов, они у нас отдельно. Пойдемте, покажу. Вот они, друзья. Это мое все. Это мое все, друзья. Это отходы от кроликов. Это кроличья подстилка. Именно подстилка. Здесь солома, да, ну, сено, которое у них остается в качестве отходов от подстилки. И вот их какашки. Друзья, это замечательно. Я уверена, что у меня будет и урожай хороший, и роза будет красиво цвести. Вообще все растения. Да, ну, настоящая весна, конечно. Неплохо. Хорошо. Хорошо. И прошла неделя с того момента, как мы, помните, откапывали наши туи шаровидные. Ну, наполовину она уже поднялась. Вот наполовину точно, может быть, даже больше. Кстати, совершенно не мешает вот эта сетка. Но я ее и не снимаю, иначе зачем она была нужна? Она заценяющая, она от солнца. Вот. И, ну, нормально, нормально. Поднимется полностью, я уверена. И пойдемте посмотрим еще одну. Она тоже поднимается. Ну, вот тоже, тоже, смотри, прям пошел. Ветка, вот, смотри, как поднимается. Да я заметил уже. Я еще это вчера заметил. Хотя она была ниже. Ниже, да. Она прям с каждым днем. Да. С каждым днем она прям сюда. И вот кое-какие веточки, вот они прям еще заморожены. Они такие, вы знаете, как вот полуобледеневшие. Не трогайте их, друзья. Не надо. Все оно само оттает и поднимется. Вот ветка отошла от мороза, и она сама поднимается. И никакая сетка тоже ей не помеха. Сетка легенькая, она лишь защищает ее вот от солнца. Хотя еще раз говорю, туэр энд гол и вообще святое, окрашенные, вот в такой золотистый цвет, они, ну, вообще не горят. Но все равно, видите как, хотели от снега спасти. Но тут такое количество снега было, что, конечно же, никакая сетка не спасла. Ну, вот так. Слушай, ну, зато наши хвойные, я думаю, прям прекрасно. В этом году будут, ничего не сгорит. Наши можжевельники, вот они в том году тоже у нас сильно обгорели. Ой, ну тут все в порядке. И вот их ветви тоже снегом никак не разломало, снега много было. В общем, необходимая, конечно, процедура. Ничего, скоро все раскроем. О, ну тут все в порядке. 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 Отходи. Отхожу, друзья. О, какой Паша сух спилил. Ну, по-другому нельзя. Его надо сильно резать, потому что она очень высоко разрастается. Ну, вот промежуточный ток обрезки, или, как правильно сказать, опила. Меня уже один вид пугает. Как это все убирать, да? Как это все убирать, да? Конечно, много-много. Ну, Иву говорят, они больше любят, то им лучше Ивка. Короче, вот это сейчас длинненькую, да? Вот это уравняем бревно. Да, Паш, потому что видишь, вот, там, видишь, как у тебя разломилось, и чтобы ровный срез был, чтобы дерево не болело. И вот эти все ответвления, которые сучьи, остались по метру, их тоже, наверное. Ну, их тоже можно убрать, да, зачем они нужны. Она сейчас себя обрастет. Сейчас у нее проснут спочки. Представляешь, теперь у нас лет сколько в доме будет заходить? Паша, она сейчас обрастет за лето, я тебя умоляю. Сейчас будет то же самое, что и было за сезон. Живо. Быстро растет. Разбираешься, Паш? Да, пытаюсь. Думаю, для кроликов это много. Все, они съедят. Часть мы пропустим через мясорубку нашу. Часть на дрова, да? На дрова. О, какие большие. Что-то на дрова, что-то для кроликов. Вот, разбираемся, друзья. Да, задачка, конечно, непростая. Надо все разобрать, потому что уже все тает. Да уж. Буян, куда ты забрался? Куда ты забрался? Слушай, отойди. Отойди, давит кровью. Хороший парень. Выпустили хорошего парня. О, сколько тут палок для буяна. Он вчера уже таскал отсюда палки, сам себе находит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну что, ты же не помогать пришел? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так, Паш, да? Ну да, потихонечку. Полегонечку. Глаза страшатся, а руки-то делают, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты когда сказала, когда мы это разберем? А я тебе что ответил? Так же мы думали и с домом. Когда же мы ремонт сделаем, да? Сначала построим, потом ремонт сделаем. А эта кучка-то по сравнению с ремонтом. Когда же сад вырастет, да? Вот так, друзья. Рассортировываем ветки, что кроликам, что на дровах. А что-то на какие-то хозяйственные нужды. Посмотрите, какие толстые, хорошие ветки, которые наверняка пойдут для каких-то интересных вещиц, что-то на подвязку. Вот. Так что все в дело. Все уходит в дело. Ну, а вот все маленькие кроликам, да, тоненькие, Паш? Да. Это кроликам. И не так уж и много. Да, и что-то как-то и не так много, кажется, уже все. Вот так вот. Друзья, посмотрите, что Паша смастерил. Вот такой дом. Паша смастерил.